Зелёные зоны Саженцы приблизительно этих же пород, это, скорее всего, будет липа, скорее всего, может быть акация, потому что она уже, по нашим всем данным, уже испытанное дерево, что оно не сильно ломкое и красивое и очень долговечное. Сотрудники коммунального управления уверяют, сносят исключительно старые аварийные деревья на основе рекомендаций приглашённых дендрологов. Специалисты обследовали каждое дерево в центральном сквере, измерили высоту, диаметр стволов и проекцию крон, оценили жизнеспособность и декоративные качества растений, проверили их на наличие болезней, вредителей и повреждений. И было принято решение, что некоторые деревья должны быть повернуты в спилу и обрезки. То есть, согласно их рекомендациям, мы и действуем. Просто так мы не можем эти деревья пилить или обрезать. Одни деревья спилили, другие кронировали. Нужно понимать, что обрезка веток – необходимая вещь. Она нужна, чтобы деревья были зрелыми, но при этом своим размером не несли угрозы, ломаясь и выворачиваясь с корнем во время сильных ветров. Кронирование – ежегодная процедура. Обрезанные ветки покроются листвой и приобретут аккуратную форму. Преображения коснулись и зелёной зоны Первомайского мини-Арбата. Правда, деревья там не обрезали, а подсветили. Вокруг стволов устанавливают иллюминацию. Некоторые горожане выразили обеспокоенность, не навредит ли это деревьям. Конечно, немножко была повреждена корневая система деревьев, но я думаю, что мы сейчас усилим питанием, подкормками, всевозможными удобрениями, и наши деревья расцветут опять в полную силу. Работы по озеленению Черкеска в этом году коснутся не только Центрального парка. Уже определены 15 участков, на которых будут высажены новые деревья, начиная с улицы Октябрьской и до улицы Космонавтов. Посадят растения во дворах, где провели благоустройство. При этом специалисты отмечают, что в городе достаточно деревьев для того, чтобы создать в нём естественный барьер от пыли, грязи и ветров. Также в ближайшее время сотрудники «Зеленстроя» приступят к разбивке цветников. Мария Клокова, Андрей Дорошенко. Итоги недели. Субтитры создавал DimaTorzok